День Города В Рязани на гастроли приехал кукольный театр из Луганска. Дело Майка Тайсона живо. В матче регулярного чемпионата рязанский хоккеист покусал соперника. Ваши женщины Рязани. Под таким лейблом отправилась сегодня в зону спецопераций первая партия комплектов одежды, сшитая рязанками для разведчиков и десантников. Это наша безвозмездная помощь тем, кто сегодня на передовой. С мастерицами в процессе работы удалось пообщаться Марине Романюк. В последний раз, когда я разговаривала, шли очень сильные дожди, была грязь и вещи очень быстро приходят в негодность, так как стирать и сушить у них особо некогда. Поэтому там уже холодно. Сегодня пошел первый снег в Черкасской области Украины. И теплые вещи очень им нужны. Тем более ребятам, которые пошли с лета, еще у них нет теплых вещей с собой. Лицо девушки мы скрываем. Жизнь близких людей Алины, скажем так, потенциально под угрозой. И в первую очередь в целях их безопасности. Девушка просит не показывать ее. Алина – координатор рязанской группы женщин-добровольцев, которые своими руками изготавливают бойцам необходимые вещи в рамках всероссийского движения «Шьем нашим». Чат движения зародился в Белгороде, где девушки, умеющие шить, сначала бойцов обеспечивали снудами. Это такие шарфы. Такой по России прошел коллективный, наверное, вброс, или, может быть, клич наш, женский, «Шьем для наших». Просто по ссылке зашла, и на Рязань, где я проживаю, зашла. Не было такого, что задумываться о том, что надо мне, не надо. Не было такого вопроса, не стоял такой вопрос. Просто я беру и делаю то, что я могу. Все. Замечательные лекалы для всей страны изготовила талантливая швея из Перми и безвозмездно предоставила их для пользования всем, кто работает для фронта. Все вещи продуманы до мелочей. Учтены особенности физиологии и условий, в которых они будут применяться. Со всеми необходимыми, ну, то есть, как должно быть, резиночками, отстрочечками, гульфиками. То есть, профессиональное, хорошее термобелье. Главное, чтобы им было тепло и удобно, да. Снуды – это универсальная моделька. Ее можно носить и как шарф, если затянуть и вот так вот подвернуть. Будет утепленная шапочка. Шнурки вот эти, которые вставляемые, они очень длинные. Два раза обматываем специально, чтобы на всякий случай, если вдруг у бойцов вот рвутся на берцах шнурки, чтобы можно было вытащить отсюда. Мы снимали сюжет в ателье. Многие участницы движения – профессиональные швеи со своими салонами. Для фронта они шьют в довесок к своим основным делам и заказам. Но есть среди них и те, для кого швейное дело – лишь любительское занятие. Главное – желание делать добро. Ну, вообще, я совершенно не профессиональная швея. То есть, просто у меня есть обычная машинка, бытовая дома. Что-то подшить, штанишки, простыни, что-то вот такого. Но когда я узнала о группе, которую создала Алина, я почему-то решила присоединиться. Мне тоже захотелось помочь хоть чем-то. Буквально за неделю, что называется, всем миром отшили большой заказ с фронта от разведчиков. Упаковать помогали ребята из Костинской школы. Они же написали бойцам добрые слова, которые, наверное, согреют душу не меньше, чем термобелье. В общем, даже к упаковке подход по-настоящему женский. С любовью, теплом и вниманием к мелочам. Все это девушки делают абсолютно бесплатно. Еще раз, абсолютно бесплатно. В Рязани и по всей стране. Каждое то, что по силам. Кто помогает финансово, которое тоже очень важно, что на них мы закупаем ткани. В общей сложности мы уже закупили около 15 рулонов тканей. Из них только три еще не обработаны. Остальные мы все уже как бы выкроены. Кто готовы, которые еще в работе. Откликаются все. И ателье, и девочки, которые помогают просто кроить, у которых есть свои фабрики. Не зависит от какого-то уровня дохода. Просто, наверное, от доброты сердца. У каждого человека своя. Каждая из наших героинь за неделю изготовила от 40 до 70 снудов или балаклав. Татьяна с помощницей в ателье. Порядка 70 комплектов термобелья. На этом работа не остановится. А почему? Ответ достойной столицы ВДВ. Наверное, просто надо. Кто еще? Да? Да. Кто еще, если не надо? Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Тем временем с гастролями в Рязайн прибыл театр кукол из Луганской Народной Республики. Большие гастроли начались в нашем городе. Дальше артисты отправятся в Иваново, Рыбинск, Ярославль и другие города нашей страны. Всего 10 точек. Особенность спектакля в том, что состав исключительно женский. Все мужчины театра ушли на фронт. Добрые детские сказки на сцене. Дюймовочка и гусенок. Дети остаются детьми, даже когда вокруг гремят взрывы и опасность уже много лет. Это повседневная реальность. Луганский театр кукол не прекращал своей деятельности в 2014-м, когда на улице было страшно выходить из-за обстрелов. Шли репетиции, ставились спектакли. Продолжают работать они и сейчас, несмотря на то, что мужчин в труппе практически не осталось. Мы пытаемся, пытаемся продолжать, продолжать, ну не в том же ритме, понятное дело, потому что у нас все, весь мужской состав театра был призван служить. Я вернулся в мае по состоянию здоровья. И, собственно, все. Пока все на сегодняшний день. У нас мужского коллектива как бы нет. Поэтому, да, с этим сложно. И, конечно, спектакли. Спектакли мы снова их восстанавливаем. По возможности переделываем, значит, на женское исполнение. Вот. Какие возможно. Конечно, у нас их немного на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все равно продолжаем работать. Пытаемся. И не то, что пытаемся, делаем новые постановки. Все-таки надеемся, что... Да не надеемся, а уверены, что все это, безусловно, закончится. Закончится, естественно, в нашу пользу. Вот. И все будет хорошо. Гусенок – добрый, светлый рассказ, повествующий о настоящей дружбе. А дюймовочка получила немного новое звучание. Хотя героиня и обретает счастье с принцем, но она возвращается домой, к маме. У нас спектакль именно об этом, о материнской любви, о колыбельной, о том месте, где тебя любят и ждут. И всегда туда надо возвращаться, в эту любовь. А где вот самое это теплое место, конечно, это связано с родиной и с мамой. Театр «Кукол» – единственный профессиональный детский театр на Луганщине. В его репертуаре более 30 спектаклей для детской, молодежной и взрослой аудитории. Он продолжает работать на выездах, а выступив однажды с инициативой сбора средств в фонд помощи детям еще в 1947 году, коллектив театра по сей день заботится о детях-инвалидах, детях-сиротах и онкобольных, работая перед ними в детских домах, школах, интернатах и больницах. Пережив Великую Отечественную, обстрелы 2014-го. И сегодня театр несет доброе и светлое, делится теплом с окружающими. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 20 пьяных водителей, 8 аварий и, как следствие, больше 3000 нарушений. Такова статистика за минувшие выходные. Однако, несмотря на серьезные цифры, резонансным стало лишь массовое ДТП близ села Высокое. Эта массовая авария попала на видеорегистратор. В самый разгар дня, в Рыбновском районе, около села Высокое, 63-летний водитель КамАЗа решил перестроиться с левой полосы на правую. Параллельно ему двигался Рено Дастер. То ли попал в так называемую мертвую зону, то ли скоростной режим не соблюдал. Это сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Факт остается фактом. Произошло столкновение. От удара автомобиль Рено Дастер совершил столкновение с грузовым автомобилем Скания с полуприцепом Шмидц под управлением 37-летнего жителя Рязанской области. После удара автомобиль Скания с прицепом при движении вперед совершил столкновение с автомобилем Шкода Рапид под управлением 42-летнего жителя Московской области. Также отлетели осколки в результате дорожно-транспортного происшествия и был поврежден автомобиль Вольво из Кировской области. В результате аварии водитель Рено погиб. Ему было 52 года. При этом остальные участники аварии не пострадали. Сейчас сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. А это уже Рязань, улица Соборная. По данным ГИБДД спровоцировал аварию пьяный водитель. Махнул, мол, грамм 700 водки и сел за руль. Как результат его, Хендай влетел в Ладу Гранту, а она по инерции в Датсун. Очевидцы говорят, что водитель, петляя по дороге, зацепил одну машину, увернулся от стречки и врезался в такси. В машине находились дети, им понадобилась медпомощь. Уже известно, что виновника аварии точно лишат водительских прав. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям транспортных средств, что в неблагоприятных погодных условиях необходимо на дороге быть более внимательными и осторожными. Обязательно соблюдать боковой интервал и дистанцию между транспортными средствами. Более аккуратно ввести транспортное средство в утренние и вечерние часы в условиях сумерок и темноты. Аккуратнее надо быть и пешеходом, особенно в темное время суток. Следует помнить, говорят сотрудники ГИБДД, что водитель не всегда успевает вовремя среагировать на дорожную ситуацию. 19 нарушений при проезде пешеходных переходов за выходные тому яркое доказательство. Выгрызть победу зубами. Хоккеист клуба Рязань ВДВ Ростислав Холиулин этот тезис воспринял буквально. В матче с Тольяттинской Ладой в концовке второго периода случилась массовая драка. Победу, в которой нападающий рязанцев решил добыть нетривиальным способом. Конец второго периода матча регулярного сезона ВХЛ между Тольяттинской Ладой и Рязанью ВДВ. Счет 3-1 в пользу Лады. Казалось бы, обычный силовой прием в исполнении игрока Тольятти Павла Медведева на романе Кривошееве вызывает у десантников бурю негодования. Очень быстро все перерастает в массовую драку. Это так. Так. Там рукопашная пошла. И просто рязанских хоккеистов больше. Кстати говоря, Артем Сидунов и сам в такой ситуации мог дать прикурить, что называется, соперникам. Идет массовая такая потасовочка. Ох, сейчас раздадут судьи. Раздадут. Самые активные участники потасовки Никита Анаховский и Ростислав Холиулин выясняют отношения в стороне. Тольяттинец проводит бросок и пытается додавить соперника сверху, но тут уже вступает в дело судьи. Они пусть и с трудом, но разнимают дракунов. Вот только отправляясь на скамейку штрафников нападающей Лады, зачем-то показывает левую руку рефери. Объявление диктора, кому и за что выписаны штрафы, зрительный зал встречает хохотом. Рязанец Ростислав Холиулин стал единственным игроком в эпизоде, получившим 5 плюс 20, то есть до конца матча. А начиналось все для рязанцев как нельзя лучше. После первого периода они вели 1-0, но во втором непостижимым образом развалились и уже к его исходу горели 1-3. Видимо, драка стала поводом для перезагрузки гостей, но попытка оказалась неудачной. Поражение 2-4. А главного кусак у матча, скорее всего, еще и дисквалифицируют. Региональный МЧС продолжает публиковать видеорепортажи об истории пожарной охраны в регионе. А ранее мы рассказывали о первых годах службы ветерана пожарной охраны Александра Французова. В ведомстве рассказывают, что это поистине доблестный ветеран. В этом видеоролике Александр Французов расскажет о своей службе в городе. Одно из ярких воспоминаний ветерана МЧС Александра Французова – это пожар на базе сельхозтехники на Михайловском шоссе. Было 1 января 78-го, едва заполночь, на улице минус 42. Пожар ликвидировали до самого утра. Французов вспоминает, что униформа тогда полностью обледенела. При этом отмахивается, мол, молодые были, горячие. Городская часть отличалась тем, что все-таки на выезды по сравнению с объектом было побольше. Рязань строилась, сносились деревянные дома. Все, вот этот период строительства массового всех спальных районов сказался на том, что пожарная охрана не сидела на месте и постоянно выезжала. Постоянно какие-то тушили пожары, которые иногда были крупные, ну, в смысле, жилые дома, квартиры там и так далее. Перед тем, как попасть в городскую пожарную часть, Александр Французов отслужил в военизированной охране нефтезавода. В 69-м там случился крупнейший пожар за всю историю предприятия. Спустя несколько часов после возгорания в колодцах произошел выброс паров нефтепродуктов, которые загорелись и взорвались. Параллельно нефтепродукт под высоким давлением выбросило из четырех колонн. Сами пары также воспламенились. В зоне горения оказались 13 пожарных. Четверо позже погибли от полученных ожогов. Все они награждены медалью за отвагу на пожаре. Посмертно. С тех пор военизированная пожарная охрана нефтезавода свой профессионализм только и повышала. А спустя 14 лет после происшествия к настоящим спецам своего дела пришел служить Александр Французов. На нефтезаводе служба тоже была необходимой и довольно-таки сложной. Все-таки объект серьезный, который охранял три пожарных части. И мы проходили там подготовку полностью, знание этого объекта, принимали такие зачеты. Наставляли умение работать с людьми на объекте, тушению какому-то именно тех пожаров, которые происходят на объектах нефтеперерабатывающих. После возгорания на нефтезаводе возник вопрос о создании военизированной пожарной охраны в городе. Раньше расчеты дежурили только на нефтяном и оборонном заводах. 1973 года во всех пожарных частях города появились бойцы из внутренних войск. Профессионалы своего дела, у которых за плечами был не один выезд на пожар. В их числе ветераны, имена которых внесены в книгу памяти регионального МЧС. И это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова